Уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов, сегодня речь пойдет о том, как головной мозг человека, да и животных, разводит ту многообразную информацию, которая нас окружает. Дело в том, что наш мозг потребляет очень мало энергии, всего-навсего 10 ватт. Сравните с суперкомпьютером, которому нужно пристраивать, ну если не атомную, то уж гидростанцию для получения энергии. То есть огромные мощности, которыми современные суперкомпьютеры пытаются воспользоваться, чтобы решать, ну хотя бы как плоский червяк. Проблема. Дело в том, что мозг устроен очень рационально. Биологическая эволюция не может позволить себе тратить столько энергии на работу такого малонужного органа, как мозг. Поэтому он устроен очень рационально. И здесь нужно сказать о нескольких проблемах, которые всегда возникают при изучении мозга. Дело в том, что на один и тот же нейрон, у которых очень много, 150 миллиардов, приходит много разной информации, которая циркулирует за счет синаптических контактов с соседними нейронами. И вся память наша оперативна. То есть мы, по сути дела, если нас выключить на 10 минут, мы половину забудем, в том числе и как тебя зовут. То есть в этом проблема. То есть оперативная информация, постоянный расход энергии на ее поддержание и очень рациональная организация. Поэтому 10 ватт. Очень мощный кипятильник там в тысячу киловатт. Невозможно будет поддерживать. Еды не хватит и скорости метаболизма. Поэтому все устроено очень разумно, более-менее интересно. И в этом отношении мозг представляет собой довольно уникальную систему. Поскольку, напомню, каждый нейрон представляет собой не что иное, как систему связей. Он и генератор сигналов, и получатель сигналов. И все эти связи, синапсы, которые контактируют как с самим телом нейрона, так и с соседними клетками, с помощью аксонов передают на большие расстояния, а по дендритам получают информацию. Вся эта система обеспечивается, собственно говоря, эффективным передачей сигналов. И когда начали изучать сигналы, еще до Второй мировой войны, отводя первые были попытки и оценки электрической активности мозга, всем казалось, что сейчас чуть-чуть усовершенствуется техника, получше станет анализ, и мы поймем, как работают мозги. И уже когда Экклс послевоенное время впервые отвел потенциал из нейрона, то есть из тела одиночного нейрона, это было очень важное событие, сформировался постепенно идея потенциала действия, она стала понятна, хотя это крайнее упрощение, сделанное еще на аксоне кальмара. Тем не менее, нам как бы открылись глаза. Казалось, чуть-чуть, и мы поймем, как работает мозг. Однако выяснилось, что сигнал с помощью амплитуды, частоты, скорости передачи передается хорошо, но этот сигнал не содержит в себе той информации, на которую надеялись. Оказывается, информация передается электрохимическим путем, через синапсы, и для этого существует специальный механизм, который лучше посмотреть графически. Познакомьтесь с простым отступлением, которое позволит понять, как эта вся система устроена. То есть сигнал-то есть, а информации-то нет. Оказалось, что эта вся штука хорошо работает только с мышцами. Ну как, в его времена Сеченова, если электричество приложить к нерву, то лапка дернется. Так и здесь. То есть передача сигнала есть, а информации почему-то не оказалось. И вот здесь мы подходим к самому ключевому моменту, связанному с криптошифрованием мозга. То есть на самом деле мозг — это гигантская криптошифровальная машина. На чем она построена? На том, что сигналы есть, которые открыл Эклос, потом подтвердили там тысячи аспирантов и докторантов по всему миру. Да, есть. Они передаются по мембране? Да, передаются. Описание во всех учебниках. Но самое главное при передаче сигнала происходит в синапсе. Почему? Значит, при каждой передаче сигнала выбрасывается достаточно большое количество синаптических пузырьков. Но внутри каждого такого синаптического пузырька, если мы его увеличим, то выяснится, что в нем огромное количество разных медиаторов. Этих медиаторов немыслимое количество, то есть с точки зрения математики. Их 20 с лишним вариантов, то есть 20 типов. При этом они в разных комбинациях между собой. Иначе говоря, каждый пузырек синаптический, пришедший к мембране, оказывается, выбрасывает смесь из разных медиаторов, да еще в разных пропорциях. А поскольку таких пузырьков выбрасывается довольно много каждый раз, у нас что происходит? Вот здесь и происходит криптошифрование. По нейрону пробегают сигналы, в которых и содержится вся информация. И в момент передачи она криптошифрует. Зачем это делается? Делается за тем, чтобы развести информационные потоки внутри одного нейрона. То есть это не механизм спрятать страшный сигнал от какого-то любопытного мерзавца в интернете. Нет, это другое. С помощью такого криптошифрования, сверхсложного для современной математики компьютерной технологии, нейрон просто-напросто разводит сигнал. И именно поэтому эта проблема является одной из ключевых при построении псевдоискусственного интеллекта. То есть для построения неких моделей, которые бы напоминали нам работу центральной нервной системы, в том числе и человека. Из этого кратенького объяснения с картинками следует то, что мозг на самом деле представляет собой криптографическую систему. Это не просто передача электрических сигналов. Нет, к сожалению, как вы понимаете, электрическая кодировка сигнала не может обеспечить тот информационный объем, который поступает в мозг. Но, к сожалению, очень многие создатели сегодняшнего искусственного интеллекта. Вот эти нюансы не учитывают. И в результате их модели мозга рождаются в таком, как бы вам помягче сказать, глубоком нюансе. Это катастрофа, поскольку примитивизация работы мозга в свое время разрушила достаточно неплохую модель Ходжкина-Хаксли, упростила ее до уровня примитива. И ее поэтому использовать, конечно, нельзя. Таким образом, за нашу задачу стоит что? Проблема, как решить работу мозга как криптошифровальной машины. Теперь представьте масштабы задачи. Значит, у нас, допустим, даже не 150, 11 или 10 миллиардов нейронов коры, которые как бы работают по этому принципу. Ну, легко вычислить. У них минимум 150 тысяч синапсов на каждого. И в каждом синапсе сочетание медиаторов внутри синаптических пузырьков. Причем выбрасывается пузырьков по многу. То есть, там, например, два десятка. А внутри комбинация из 20 медиаторов. Ну, вероятность, понятно, что это очень низко, что это удастся промоделировать. Нужны другие принципы. Тем не менее, возможности, подход для этого есть. По этой причине, продолжая, как бы, нашу глобальную работу по созданию искусственного зверька, я обращаюсь к тем, кому, у кого интерес не пропал. Эта работа ведется, и специалистов мы набираем. К сожалению, их очень мало. На сегодняшний день из больше, чем 150 заявок справились с работой только три человека. Поэтому отбор довольно сложный, довольно длительный, довольно болезненный. Но кому хочется сойти с ума таким вот способом и поучаствовать в этом процессе, можете посмотреть по подстрочнику тот самый старый электронный адрес, по которому мы продолжаем сотрудничать со специалистами, которым интересны. Нужны как инженеры-системщики, так и хорошие программисты, у которых жизнь состоит не из трех биологических законов еды, размножения и доминантности. Если им хочется сделать что-то такое, что приближает нас к людям, к этому высокому званию, то милости просим. Хотя гарантии вашего участия невелики, поскольку задачи довольно сложные, которые надо решать в процессе отбора. Вот если вас это не смущает и не обижает, прошу воспользоваться приглашением. Ну а если покажется, что это слишком сложно и слишком бесплатно и слишком, скажем так, затратно, то лучше не беспокоиться. На этом, до свидания.